Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об одевании. Собственно, это неотъемлемая часть нашей игры, одеваться нужно как можно быстрее, если вы хотите получить какой-то результат, и, само собой, это одевание должно быть полезным. Надеть какие-то вещицы с неправильными статами можно всегда абсолютно, но какой будет итог? Итог будет плачевный, и, скорее всего, ваш демош немножко упадет. То есть, если, например, сравнивать 207-го какого-нибудь анхоли ДК, который одет правильно и неправильно, то, само собой, тот, который одет правильно, будет выдавать больше демеджа, потому что некоторые статы являются более полезными. Одеваться правильно тоже нужно уметь, и сегодня мы об этом поговорим. Как мы прекрасно знаем, одевание сейчас идет не в самом лучшем темпе. То есть, рейдики дают мало вещей, я вот, например, 9 боссов в героике убил, у нас в среду РТ было, мне всего один нагрудник только выпал, и тот я отдал в рейд, потому что, ну, у меня легендарка просто-напросто надета, то есть, у меня абсолютно ни к чему нагрудник с Зимаксом, потому что легендарка. Вот, упадет ли что-то с ласта, вопрос хороший, ответ на него узнаю в воскресенье. Так вот, остаются только ключи. Ключи, само собой, вещей падает много, глаза просто-напросто разбегаются, то есть, с одного подземелья там падает 5-6 вещичек, с театра боли там вообще 4 колечка, например, падает. Ну, давайте глянем, прав я или нет. Да, то есть, вот оно, раз, два, три, четыре. И то есть, нужно просто-напросто понять, какие подземелья стоит ходить, а какие подземелья вообще можно просто-напросто игнорировать нашему персонажу. Ну, например, смысл нам пытаться получать пушечку, если у нас пушечка, и так уже с Динатрия получена. Логично, логично. И на все эти вопросы нам ответит вкладка Драптимайзер на сайте Raidbots. Покажу сейчас, как можно пользоваться, даже не имея премиум подписки. Да, это будет немножко долго, но все же. Самый первый пункт, который нам нужно реализовать, очень прост. Нам нужно скачать модификацию Simulation Craft. Вот она. То есть, устанавливаем ее, никаких проблем, я думаю, с установкой у вас не будет. И после этого всего мы в чатик пишем команду Simc. Команда Simc покажет абсолютно всю информацию о нашем персонаже. Никнейм, левел, раса, регион, сервер, роль, профессии, таланты, специализация, ковенант, какой у нас выбран этот самый медиум, какие у нас там проводнички, какие у нас вещицы, что у нас в сумках лежит и все-все-все прочее. Этот код мы копируем. Далее мы переносимся на сайт raidbots.com. Нас интересует вкладка Draftimizer с целью того, чтобы просто-напросто найти топовый эквип с каких-либо источников. Открываем вкладку Draftimizer, вставляем код, который мы скопировали из игры, и перед нами краткая информация о нашем персонаже. Шмот, таланты, медиум и вставленные проводнички. Нас интересует, пожалуй, на текущий момент вкладка Dungeons, и если у вас есть премиум-подписка, то вы просто-напросто жмете кнопочку All Dungeons, далее вы кликаете тот мифик, который вы планируете впармить, то есть, например, с семерок у нас падают 200-е вещицы, с десяток 203-е, с двенашечек 207-е. Давайте, например, сделаем просто-напросто на 12-й ключик, потому что я прекрасно знаю, что шмоточки с 10-го ключа меня не особо апнут. Я просто-напросто нажимаю зеленую кнопочку Render Optimizer. В новой вкладке появляется отчет о всех абсолютно подземельях. Но стоит немножко подождать. Итак, отчет уже почти завершился, и результаты на ваших экранах. Проходя 12-е подземелье, самым выгодным подземельем для меня являются Туманы Тирна Скитта, потому что на текущий момент скорость идет чуть выше по приоритетам, так как ее у меня просто-напросто мало. Пушечка с той стороны идет, похоже, либо вровень с пушечкой из Туманов Тирна Скитта, либо чуть-чуть хуже. То есть, это общая табличка абсолютно по всем подземельям. Опираясь на нее, я могу прекрасно понять, что, например, чертоги покаяния в Health of Atonement дадут мне малый прирост в демедже. То есть, голова на текущий момент у меня одета 203-я, я поменяю ее на 207-ю, и то, если она выпадет. И с кольцом аналогичная история в принципе. Также, помимо этого, еще падают 4 вещицы, плечи, ноги, нагрудник, шея, которые мне не нужны. И то есть, ходить в чертоге ради двух вещей полезных из шести, такая себе идея. Вот. Аналогично с кровавыми катакомбами, но это вообще инст веселый, то есть 3 из 7 полезных вещей. Смертельная Тризна, что получается? Только пушечка полезная, пушечка дает 1,5 прироста к демеджу. Ну да, скорость поинтереснее на текущий момент, похоже. Если отлистнуть ниже, то можно увидеть абсолютно все вещицы по отдельности. То есть, с какого ключика, с какой сложности ключа, ну мы 12-ку выбрали, да, изначально. И то есть, какой прирост в цифрах. Также можно в процентах все глянуть абсолютно, если нажать галочку Relative DPS. Все замечательно, все классно работает. Но теперь, как и обещал, покажу, как можно выкрутиться тем людям, у которых нет премиум доступа к RaidBots. Мы перемещаемся обратно на вкладку Droptimizer, и, как видите, я не залогинен. Вкладка All Dungeons для меня заблокирована, потому что требуется RaidBots Premium. Как мы выкручиваемся, мы просто берем, например, кликаем на Necrotic Wake, смертельная трясна, и жмем Run Droptimizer при зажатом контроле. Делается новая вкладка, мы переносимся обратно на вкладку с дроптимайзером, кликаем Чумные каскады, опять жмем Run Droptimizer с нажатым контролом, и переносимся опять на вкладку дроптимайзер. И так абсолютно все подземелья. Да, это долго, но зато вам не нужна премиум подписка. Пользуйтесь, потому что я активно пользуюсь дроптимайзером на текущий момент, и у людей возникает много вопросов, то есть как им все это реализовать, как все это лучше сделать для своего персонажа, откуда брать коды, откуда вообще брать все эти таблицы. То есть у людей очень-очень много вопросов, и вот решил записать такой видосик с целью того, чтобы просто-напросто ответить на них. Думаю, видосик был вам полезен. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!